Гречка Нам надо на месяц, если в среднем работать, 300 тонн пшеницы и 100-110 тонн гречихи. Практически этот режим соблюдается каждый месяц. Мы всё, что перерабатываем, у нас всё это реализуется. Наиль считает, наше сырьё ничем не отличается от южного. Поэтому и пшеницу, и гречиху производитель закупает у местных фермеров. Готовую продукцию реализует в пределах региона. О своих планах на будущее сотрудники производства рассказали Сергею Морозову. Обсудили реализацию местной продукции в торговых сетях региона. Для этого производителям необходимо закупить новое оборудование, с помощью которого можно будет фасовать крупу в меньших размерах. Сети не против брать продукцию местного производства, но с учётом того, что фасовки нет, удобной продукции, она уже будет не такая конкурентоспособная. То есть сейчас в сетях нет? Сейчас в сетях нет, да. Сейчас, потому что только крупная фасовка. Правильно я говорю, что это? Местные магазины покупают сами в больших объёмах, фасуют сами по килограмму в пакетах пантереновой и, соответственно, потом продают. Для обновления материально-технической базы и, как следствие, увеличения объёмов переработки зерна, производству будет предоставлен льготный займ. В следующем году будет создан кооператив. Создание кооператива позволит предприятию поучаствовать в грантовой поддержке от государства. Появится возможность получить грант до 70 миллионов рублей по принципу 60% государственных средств и 40% личных. Анна Тищенко, Новости, Улправда ТВ. Новости, Улправда ТВ.